Он не мой уровень, понимаешь, потому что я себя считаю лучшим. Точно знаю то, что у тебя хуже условия. Я газанул на тебя, как и сегодня, и буду газовать, и газую. Иса, когда ты так поднял свой треш-токон? Я тебя раздергаю, там уклонюсь, попаду. Я чисто могу обделать его передней рукой, она просто пушка. Я лучший? Я не лучший. А что ты со мной дерешься тогда? Ты еще хочешь досрочно победить? Ну ты сейчас за деньги дерешься, ты продажный? Это самый принципиальный теперь поединок для тебя за всю историю Туб Дога или нет? Да, нет. Ну что, рады приветствовать вас на новой, хорошо забыто старой рубрике, которая была у нас как-то раз. И мы надеемся, что в будущем мы будем выпускать эту рубрику постоянно. Вызывается она лицом к лицу. Сегодня мы обсудим всю ситуацию по конференции. Ваш экшен, который происходил там. Ну а помогать мне будет в этом, в роли главного ведущего, Дениса Ураган, которого вы прекрасно знаете. А это, как выяснилось, мой соведущий, Денис Потехин, Ака Марков. В общем, кулаком на связи, парни. Мы вчера получили много таких ярких эмоций. Кайфанули, честно скажу. Но мне показалось, что некоторым людям, которые не в теме вашего противостояния, чуть-чуть не хватило раскрыть, наверное, самое начало. Тебе лично с кого интересно начать? С Мельника или с... Да мне, в принципе, интересно было его послушать, потому что я, допустим, как зритель Ютуба, то есть мне непонятно, с чего вообще произошел этот весь зацеп, с чего все началось. Вы, видимо, где-то там в Инстаграме, может быть, в Телеграме, там, в чате с Форо зацепились, вот. Человеку, который смотрит бои только на Ютубе, можно вкратце от каждого услышать, что же все-таки произошло? С чего началось это недопонимание? Давай, с ССИ, наверное, начнем. По-моему, я захотел с ним драться, с Мельником. Я, по-моему, это началось из-за того, что я ему визу кинул. Визу на бой, он отказался, бегал. Ну, не хотел, ну, он не принял визу, короче. С этого момента там где-то в комментариях, там где-то что-то, такой момент был у нас. Как-то заглянул он туда, да? Конкретно, конкретно, не помню. Ну, цеплят, личность не цепляли, но там что-то он начали, как сказать. То есть началось все со сториз? Женщина же там смайлик он отправил, с этого у меня уже к нему начал претензии, вот этот смайлик отправил. Ну, смайлик, что это факел, короче, палец берет, он отправляет прямо в комментариях же. Ну, это же, это какая-то бабский вариант, это же, я считаю так. Но вот после этого у меня к нему ненависть пошла, если честно. А изначально ты записал вполне цензурное обращение, мол, давай, да, подеремся и все такое? Да, сначала так было. А вопрос уровня там не поднимался в этом истории с типа? Может, как-то принизил? А так это все ясно, что он не мой уровень, понимаешь, это и так ясно, это всем понятно. В какой форме было обращение, Эймельник, давай подеремся, или слышишь, ты там, лузи? Честно, не помню, если он помнит. Ты помнишь, давай, скажи, что я узнал узнаем. Подробностей я не помню, но было такое, чтобы я ему визу кидал. Я тебе еще раз говорю, не нервничай, будь спокоен, аккуратен. Ты и вчера такой зажатый, ну расслабься, давай, рассказывай, поговори, да, чуть-чуть. Нет, Лех, ну реально интересно, ну как ты помнишь это? Вот твоя версия. Ты не бойся, я тебя не буду кидаться и удариться от чего-то. Все, я сейчас говорю, давай, сиди. Короче, он начал вызывать всех поподряд, там, меня там, начал вызывать то, что я там не тот уровень, Ну, с этого все начинается, я думаю, как бы ответ был соответственный, все. То есть изначально сториз был как, ну, то, что ты не его уровень, он, знаете, на мой дом? Ну, он это с самого начала, по-моему, говорит то, что тут нету для него. А потом ты флакел уже ему отправил. Все, да, а почему нет? Этот смайлик зацепил тебя, и ты как-то принял это на себя лично, принципиально, что все после этого смайлика ты хочешь побить человека? Ну, это как-то некрасиво, жесть, я думаю, это чуть-чуть неуважительный. Так, а вчера, он говорит, это, говорится, взаимность, взаимно, как это было, ну, как это, взаимно такие вещи не делали? Мы тут сидим вчетвером, по-моему, только тебя тут не могут понять. Почему это меня не могут понять? Мне вот сейчас интересно. Потому что ты разогнал там то, что я там не твой уровень, там, как-то не пытаешься применить. Это 27-го часа, я тебе докажу, тебе и всем, 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 которые в этом не верят, я это докажу. Хорошо. Это 100%. Я покажу, я докажу так ярко и четко, чтобы всем стало ясно, кто там номер один, кто там лучший дивизион. Иса, вопрос сразу такой, если бы Мельник записал stories и написал бы, что Иса Исаев не его уровень, это оскорбительно для тебя было бы? Нет, почему? Ну, это его мнение, это он так считает. Но в бою я бы доказал бы ему, что я его уровень и выше, намного выше уровня. А там-то, чтобы задевать там, чтобы обидно ничего такого нету же там, чтобы уровень намного ниже уровня. На 10 раз. Это правильно понимаю? Колхоз, я считаю. Его бокс это просто колхозом считаю. Никакого техника, просто как дурак идет, бьет здесь, это как-то. Тем не менее, он бился за чемпионский персень, довольно... Ну, как бился? Ну, неплохой бой показал. Почему? Я посмотрел, неплохой бой, бокс показал там Мустафа. Мустафа один, понятно, он и выиграл. Но все-таки Мельник... Он как работал дальше? С тобой, у Мустафы, так не получилось бы работать. Нет, потому что кроме меня всех выиграет Мустафа. Да, чтобы Мустафой драться, чтобы его выиграть, нужен огромный опыт. Это опыт я имею. То есть, Мустафу бы ты прошел спокойно? Да, спокойно я прошел. Ну, я бы выиграл все пять раундов. Если бы не нокаут, то все пять раундов. Ну, не сказал бы, что я его нокаутирую. Ну, я бы его даже обиграл, можно сказать. Лех, вопрос такой. Исаев это. Продолжи. Человек, который всех веселит. Ты воспринимаешь его как шута? Нет, я его воспринимаю так, что он не совсем допонимает, о чем идет речь. И как бы все вроде все видят, но его такие ответы не очевидные. Тебе непонятно, почему я считаю тебя намного ниже уровня? Вот это тебе непонятно? Не про это идет речь. Про это и идет речь. А что тогда непонятно? Когда его спрашивают про его поражение, он говорит, что он не был в нокауте, но при этом почему-то он не продолжил. И какие-то там отмазки, отговорки. То есть ты считаешь, мои пять побед это случайность, а твои победы это закономерность? Почему? Подожди. Я же не сказал, что случайность твоя по себе. Ты говоришь, как будто я случайно где-то зашел, подрался в титульном бою. Или как? Ты пришел, то есть ты считаешь, что твоя лицевая... Кто твоя? Кому ты проиграл? Ты считаешь, кому? Я, честно сказать, твои бои не смотрел. Я смотрел с Мустафой твой бой. Не правда. Ты сказал, что Мельник, когда подрался в третий бой, по-моему, ты сказал, что он тебе приглянулся. Ну, это третий или четвертый бой с Мустафой же был, правильно же? Ну, где-то был фрагмент, я видел, но реально, если честно сказать, я его бы все бои не смотрел. Я же говорю, вот один или два боя, наверное, где-то фрагментом. А почему тогда говоришь, что это не твой уровень? Ты судишь по одному-два боя? Нет, почему? Я вижу его. Я вижу, что это не мой уровень. И опять-таки, я докажу 27-го числа. Он в первом раунде поймет это все, о чем я до сих пор говорил. Иса, а согласен ли ты с такой теорией, что если Мельник не уровень твой, то все оппоненты, которых он выиграл, тоже не твой уровень? Согласен. Да. Почему нет? Ну, среди этих оппонентов есть такой боец, как Зохан, мастер спорта по боксу, которого он выиграл в прошлом бою. Весненок, профессиональный боец. Весненок, мастер спорта по ММА. Это, их бой, это Зохан первый или последний раунд. Последний он в Казани дрался до 5-го февраля. Последний раунд, по-моему, я смотрел. Я не знаю, я там, если честно, вот в этом бою я посчитал, чтобы оба одниформы были. Ну, хорошо, я правильно понимаю, что вообще конфликт... Они очень плохо подрались. Конфликт зародился на сториз, потом это перешло в интернет-перепалку. Да, нет никакого конфликта, мне просто смешно и все. Я развлекаюсь. Ну, то есть, как можно к нему серьезно относиться, он всегда найдет отговорку. А в чем были отговорки? Ну, вот сейчас он тут какие-то отговорки, то есть там, какие-то, какие могут быть ко мне претензии. Ну, то есть, ты меня вызываешь. Я по факту ссылую. Это какие факты? Ты еще не дрался со мной, чтобы сейчас говорить то, что я твой, не твой уровень. А если ты проиграешь, что ты скажешь? Это случайность? Ну, это я это... Ну, я вот тогда, я вот тогда пойму, что ты мой уровень. А так я сейчас... Твой уровень или выше тебя? Выше меня будет, если ты меня выигрыш. Я буду считать так. А сейчас почему ты имеешь такие предположения, когда ты со мной еще не встретишься? Я вижу это, потому что я вижу, потому что я себя считаю лучшим. Это не с воздуха слова. Мы тут все так считаем, как бы, то, что каждый из нас лучше. Ну, пока что... Подожди, вот ты, вот ты, ты считаешь меня как, выше уровень или ниже уровень? Я считаю, что ты достойный соперник, но то, что ты там выше или ниже, я тебя не принижаю. Вот и правильно, потому что ты все понимаешь. А ты не понимаешь, получается? Я тебя, если... Не, я тебя... Выше и наравне, я не держу. Я считаю тебя ниже уровень. А если... Как я сказал, я не отказываюсь от своих своих, что до сих пор на инстаграме есть, что ты мой не уровень. И у тебя духа не хватает, что со мной драться. Как я проиграл, ты душок у тебя набралось, так, не знаю откуда ты поелся. А ты, наверное, а его можно, наверное, выиграть. Подумал, наверное, и вот. Так ты и проиграл, это случайно. Нет, я же не говорю. Я это, я это бой, это проезжие, я достойный принял. Я считаю себя... Я проиграл, это случайно и не случайно. У меня тоже есть поражение. У меня никаких оправданий нету от этого. У меня сейчас тоже есть. Мне тоже есть поражение, и что сейчас? То, что я свое мнение вчера там сказал, там, у Шиши и Матиева, там, я считаю, это мое мнение лично, но, опять-таки, что это мне показало, что там случайно, как бы он попал. И ты после этого зацикнулся на это и начинал там случайно, больше ничего нечего рассказать ей, да? Что тебе сказать, ты меня не слушаешь? Ты постоянно про случайность начинаешь мне говорить, после вчерашнего это. Давайте по поводу вчерашнего. Случайно, случайно. В этой конференции вас увидели на улице. О чем был разговор? Разговор был о том, что вот я спрашивал, почему ты вот такие вещи делал? Он говорит, это так, это не так, это взаимно, как отмазывался. А из-за факела разговор был? Твоя версия? Если он мне сказал бы вот так прямо, или нагрубил бы, или сказал бы прямо вот, я хотел, там уже другой разговор был. Если он сказал бы, да, я хотел и отправил, или как там и газовал бы, жесть, вот. Ну, в принципе, и там не газовал он. Он даже испугался выйти со мной на прямой эфир, жесть, вот. Даже такой момент был, жесть, вот. Хотели наш прямой эфир увидеть. За 100 твои прямые эфиры я видел, я потому что там не вышел. Да, кстати, что изменилось? Почему так резко стало много прямых эфиров, и они заходят людям? Кто? В прямые эфиры. Ты стал чаще выходить в прямые эфиры, до этого ты как-то на камеру без желания. Я развиваюсь. Во всех направлениях? Стараюсь. Сейчас начинаю. Хочу отметить, вот. Я, в принципе, я это вообще-то и думал, вот. Я не люблю вот на воздухе, саламе, раскидаться там. Поэтому я сейчас буду газовать на всех. Кто на дивизион, на себя подряд буду газовать, жесть. Я пришел сюда зарабатывать. Нет, на это я не понимаю. Я буду газовать. Я почему не газовал до сих пор сильно так, вот. Потому что я сначала хотел показать, доказать в деле. Я же не знал, что я сейчас могу, я имею право. Потому что у меня 3-0 было. Ну, это так получилось, это бой. Это проиграл, но 3-1. Ну, и я такие бои показал. Если вы видели, вот в трех боях, в первом бою я, наверное, два удара пропустил. Посмотрите бой. Во втором камикадзе я пропустил три удара. Это точно и то такие удары. Вот. А с этим тоже где-то три удара я пропустил. Вот. А вот в последнем бою с Шишей я принимал все на себя. Если я был бы здоров, там, я бы хотя бы, хотя бы стал бы там уклоняться, отходить или встречать. Ну, это не я был. То, что туда вышел, это не я был. На третий свой поединок, когда мы брали у тебя интервью, ты камеры немного даже побаивался. Ну, прям не хотел, без желания. Да. А после боя с Шишей тебя прям стало много и стало даже, наверное, для многих круто, что появился ИСА, потому что это обсуждаемая теперь персона в некоторых панзаообществах. Ну, просто перед начальными камерами я там растирался. Там было такое жесть. Было, было. По себе, там, это то, короче, боже. Ну, сейчас развиваюсь, да. Сейчас потихоньку привыкаю к этим, на эту суету, короче. Хорошо. Ответьте на вопрос. Алексей Мельник – это. Что это? Ну, опиши. Человек обычный. С усами. Кто он еще может? Ну, мне кажется, только душок надо ему чуть-чуть набрать. Я не понимаю, а в чем проявляется отсутствие душка? Ну, если столько… Я не видел задние, да, ни разу. Вот, смотри. Вот одно. Да, то, что он выходит, дерется, это, да, базара нет. Если душка, оно совсем не было бы, он туда не выходил бы. Если человек, он с самого начала, с первого боя знал, что я хороший боец, там, титулованный, там, где только не выступал. Если такой человек столько визу кидал бы, если бы хотел драться такой человек, я бы с удовольствием принял бы визу. А это его принимать, вот это мой визу принимать, ну, он знал, вот глубоко в душе понимал, что он, опять-таки, не мой уровень. Вот. Леха. Да. Ну, не раз, не раз уже в ту сторону. Мне нравится вот эта тема, я развиваюсь, это вот, как этот видос М1. Мы развиваемся, который тип на колено встал и в голову принял. Не, на колено встал точно не будет. На колено встал. Ты хочешь, Иисус, ноги вырубить? Не, я хочу, чтобы он после поражения все сказал, мы развиваемся. И взяли его гидрость. И взяли его гидрость. Ответь вот на этот выпад, потому что он не раз уже сказал, что тебе именно показателем стало его поражение. И только вот это для тебя был переломный момент, и ты принял бой. Так ли это или ты все время хотел этот бой, как узнал о том? Смотрите, такая ситуация. После боя с Даником, он мне бросает вызов. Правильно? Даня, Даник. Даник кто? Веснинок. На десятом турнире они дрались. Кидает вызов. Первый бой, который мне давали. Все, я рассказываю. Кидает вызов. Все помнят ситуацию, меня прооперировали. То есть бой наш не может состояться. И этот я турнир смотрел, когда он сделал 3-0. Ну, лежа на больничной койке, грубо говоря. То есть, как я должен принять его бой? Мне сказали матчмейкеры, ну, чтобы мне стать претендентом. Вот сейчас идет ИСА, у него там 2-0, он хочет 3-0 сделать. Чтобы вперед него мне быть претендентом, мне надо его как бы, ну... Обогнать. Обогнать, выиграть. Ну, то есть, с ним подраться, чтобы... Ну, не было такого, что у него 3-0, и я сделал тут серию из двух побед. Ну, то есть, с ним насытись и уже его пройти. Но вышла такая ситуация, то что, ну, как бы... У меня прооперировали. А до этого были выпады до операции? С его стороны? По-моему, нет. То есть, до боя с Вестенком ты его не вызывал? Подожди, да, как это? Это вообще у нас началось это все до твоего операции. Когда твоей операции... Я же сказал, это было до операции. Подожди, подожди. До операции было это. Вот когда тебе операцию, я слышал, я тебе, наоборот, пожелал здоровья. Ты помнишь этот момент, если ты... Если помнишь? Вот, выздоровление быстрее, быстрее выздоровление. Я тебе пожелал это. Ну, то, что во время твоей операции, когда ты был оперирован, такого не было. Я тебе еще раз... Как мужчина. Ты слышишь? Ты меня слышишь? Ты меня вызвал? Я тебя слышу. После боя с Даником меня еще тогда не прооперировали. Но это было до турнира, в котором ты сделал 3-0. А меня перед этим турниром оперировали. То есть, это, грубо говоря, промежуток. Я выигрываю Даника, нам с тобой предлагают бой, но меня оперируют, и ты дерешься с другим соперником. Понимаешь? Как ты это расцениваешь? Что я должен был сделать? Я должен был с больничной койки встать и подраться с тобой? Или как? Вот сейчас у нас с тобой бой. Чем ты недоволен? Самое интересное. Я бы не против, был бы с кем-то подраться с больничной койки. Это вообще отличный шанс. Ну, я почти так и вышел. Ну, кстати, да? Зохана выходил там. После Зохана еще тебе предлагали драться со мной. Почему? После Зохана... Предлагали и... Ты упустил свой шанс. Я тебе объяснил. Вот тогда ты... Тот день, на этот турнир, ты выиграл бы меня. Может быть. Смотри. Вот. Ты упустил свой шанс. Я тебе еще раз повторюсь. Я просил для себя выгодные условия. То есть, понятно то, что он опытный соперник. Ну, как бы, помимо того, что это претендентский бой. Ну, то есть, мы все сюда пришли зарабатывать. Я не знаю там, ты на каких условиях дерешься. Ну, точно знаю то, что у тебя хуже условия. Ты уверен? Ты уверен? Ты уверен? Ты уверен? Ну, мне так говорят. Ты уверен? Я уверен. Ты уверен? Ты можешь это вот доказать, обосновать этот момент, что ты хуже, у кого хуже, у кого лучше? Ты можешь? Ну, давай начнем с того, что идет прогрессия. Чем у тебя больше боев, тем у тебя больше гоноралов. Причем тут это? Какая разница? Прямо пропорционально. С самого начала я начался больше всех получать. Подождите. С самого начала я начинал, с первого боя начинал больше всех получать. Вот. А ты... Я слышал эти цифры. Ты точно не знаешь, зачем говоришь. Первый, второй бой. Ну, я не думаю то, что тебе после твоего, какого? Второго боя, сразу же х10 сделали. Ну, конечно. Ну, и все. Да, да, согласен. Сейчас вообще дело не про это. Давайте дальше. Продолжение про это. Продолжение про это. Продолжение про это. Да. Заставь себе на проезд, блин. Он на метро не ездит. Он на метро не ездит. Он на метро не ездит. Он уже сказал. Ё, Москва не нравится. Надо дорогу домой хватит. Я тебя сейчас отправлю в охоту. Продолжи. Ну, надо вообще, как разговоры вести? Дай мне это сказать. Говори, кто тебя держит. Ты постоянно свое слово вставляешь, ё-моё. Говори ты тоже, ты тоже говори, как мужчина. Не заикайся, ты там не в нервничать. Ты поэтому не можешь говорить, не в нервничать. Иса, давай сейчас Лёха договори. Говори, спокойно. Лёха договори. Я уже забыл о чем вещь. Не в нервничай, не в нервничай. Я уже стал вести трэшток. Кстати, ты же дрался передо мной, получается. Я вот стоял на выходе. Ты тоже дерешься, что ли? Да, ты мой бой разогревал, считай. Да? Да, я следующий после тебя дрался. Я слушал вот твоё интервью после боя. Я слушал, вот мне надо выходить, и я слушаю и стою смеюсь там. Это было отличное интервью. А ты его не знаешь? Сейчас вспомню. Да, да, сейчас вспомню. У него один бой. У него три случайные победы, да. Не, у него один бой. Не, не сураган. Да. Я сейчас вспомню. Ну и Орианна, я вот не особо фанат этих боевых. Ну, на самом деле история вашего противостояния, кто кому кинул вызов. Да нет никакой истории. Её не было. Её не было. Иса принял смайлик этот на себя. Не, не то, что смайлик. А вот этот мем, который с ним был, ты не принял на себя? Ну, такое было общение, когда с ним общался, такое общение было, когда переписок. Боже, типа, там, без уважения. Надмерно? Ну, не так, не так. Боже, как мужчина. Вот мужчина говорит и делает, или... Кокес говорит прямо мужчине. А что он не так делал? Ну, ну, вот это он не видел уже с его стороны. Где надо говорить, где надо... Жесть не видел. Он то ли хочет драться, то ли не хочет, то ли гонорар большой хочет, то ли это хочет. Ну, не понял уже. Непонятно в таком разговоре. Ну, поэтому я считал, что просто он... Ну, душка не хватает. А если бы для тебя организация хотела устроить какой-то большой бой, и ты бы этого тоже хотел, ты бы вот на месте Мельника подрался бы? С кем? С тобой? Конечно. Если такой... Для него... Вот выиграть меня... Вот это... Это огромный плюс. Как и вот Шиши. Почему? Потому что я лучший. Почему? Я лучший. Я всегда люблю драться с лучшими. Вот. Я принял бы с удовольствием. Если у меня какой-то хороший, там, лучше меня соперник визу кинет, я с удовольствием принял. То есть отказался бы от большого медиа и денег ради драться с лучшим? Есть интересный бой. Для меня, если будет, это интересный бой. Но Мельник же тебе интересный бой был. Ты же его просил? Ниже уровня. Он вообще не сходится просто по кружению. Вот с ним, знаешь, почему интересно? Из-за того, что, ну, много боев. И насчет медиа, это для меня какой-то плюс идет. То есть медиа, правильно? Да, вот. То есть большой бой. Вот. Умельник... А в мою сторону, то есть так нельзя работать. Ну, как бойца это... Вот как бойца, как бойца, честно говоря... Не твой уровень. Не мой уровень. Все, я понял. Лех, я помню вот это смешное видео с горочки, которое было. Ты это видел видео? Твое видео. Вот я не видел, к сожалению. В общем, там видео, где такая девочка или мальчик съезжают с горки. Нет, ты реально не видел это видео? То есть ты не видел видео, но запереживал из-за смайлика? А, подожди, подожди. Вот еще вот, вот сейчас я вспомню этот момент. Вот когда вот еще один... Вот это... Когда я ему визу кинул, короче, я его отметил, он меня отметил, и... Вот сейчас я вспомню этот момент. Отметил меня, и вот это... Я хай. Вот это вот придурка поставили жест там, блядь. Вот это я видел. Да. Вот с этого тоже... Плохо, что я вчера этот момент не вспомнил. Вот это момент, вот даже... Вот мы здесь сидим. Там грязные вещи. Я тебе... Кто тебе позволил вот так поступить, меня отметить и такие моменты поставить? Ты меня отметил, в чем проблема? Я тебе плохой, я тебе... С матом что-нибудь поставил. Я не понимаю, смотри. У меня уже не первое противостояние с данными представителями Кавказа, и мне абсолютно непонятно, почему они односторонне рассуждают. Это меня просто вымораживает вот эта тема. Вот когда он про себя вообще, ну то есть он золотой человек, у которого никаких нету вещей, он там типа всегда прямо идет, прямо делает, а я какими-то там непонятными вещами занимаюсь. Ну ты газовал, ну ты что хотел, хайпануть? Получить? Ну, нет. Сейчас был разговор. После этого смотри, ну я еще насчет медильности, я имею в виду, я продвигаюсь, я иду вперед, я не выбираю соперника тоже. Я иду, я хочу драться с лучшими и подниматься. Они как ты. Я лучший? Ты не лучший. А что ты со мной дерешься тогда? Ты просто вот насчет медильности вот с тобой, ну любой согласен. Я говорю это вот это вот. Для меня какой-то плюс будет тебя разбить и дальше пойти. Понимаешь? Я говорю вот оно, вот так вот, как-то у тебя дороги раскроются. Это одно, сначала одно, потом другое. Сейчас я тоже на вершине, и сейчас вот последнее время, вот честно говоря, я буду с любимым готов драться, чтобы главное получил реванш. Я тебя пройду, и реванш пройду, и чемпионом стану. Вот запомни мои слова. Кто ты думаешь? Вот все, все, вот все, всем говорю. Вот пройду тебя, о чем я поймет, как пройду его. Вот. Пройду шишу и стану чемпионом. Вопрос. Как ты думаешь, кто к этому времени будет обладать перстнем? Мустафа. Ты думаешь, никто не сможет его побить? Ну, да. Он его выиграть никто не сможет на данное время. Ну, кроме меня. Ну, и конечно, при всем уважении Мустафа, я его считаю вот в данное время лучшим в дивизион. После меня этого. Я считаю Мустафу. Мустафу, да, лучшим. Лучшим. После меня. Во всех весовых категориях. Но у меня сразу такой вопрос, мы не закончили. Чем закончился разговор вчера? Вот, Лех, его мы услышали. Ты вот теперь объясни со своей позиции. Ты же сказал, ну, все. Я ему ответил на то, что мы обменялись взаимностями. Ну, типа, я говорю, у тебя сейчас будет шанс раскрыть себя, показать все, что ты там говоришь, что ты закончишь там в первом раунде. Обязательно это скажи на камеру. Ну, чтобы было красиво, да? Он это сделал. Он это сделал. Вообще, вопросов ноль. Все, что нужно, он сказал. И сейчас он говорит, больше, чем даже нужно. Мне нравится. Ты тоже говори, что мне понравилось тоже. А что, врачи ты там, не знаю. Ты же говори. Я тебя не буду, вот этими кидаться не буду. Но если борща нужно, кину, конечно, это тоже торнадо. А где-то ограни, когда ты считаешь, что человек борщит. Вот, например, ты бы назвал на его уровень. Мне кажется, что вне зависимости даже от национальности, кого-то это может очень сильно задеть. Почему? Ну, это оскорбительно. Это мое личное мнение. Я, если я скажу тебе, ты не мой уровень. Насчет бокса, ну, имеется в виду, я не пожил. Спортиво, я готов. Я тебе скажу, что я не твоего уровня бокса. Вот, именно. Я выше, брат. Ты внешность выше. Попробуй, накажи. А так, в боксе нет. Я чего там такого личности заделал? Итог. Разговор чем закончился? Вот тебе не понравилось. Вот тебе это не понравилось. Он сказал мне, что это было взаимность, это такого, ничего не было. Я говорю, что так, так, так. Что ничего не было? Я сказал, это была взаимность. Ты газанул, я тебе ответил. Ты хоть, нет. Ты сейчас говоришь, что ты хочешь кайпа. Я газанул. Говоришь, что я тебе вышли медийным. Я там закончил разговор у нас. Что там такого? Кокес говорит. Я газанул на тебя, как и сегодня. И буду газовать, и газую. Есть у тебя что сказать? Если ты можешь, то тоже газуй. Есть у тебя что сказать? Я тебе докажу, не в словах это все будет, я тебе докажу после боя. После боя. И до боя. После боя. Во время боя, в общем. Все. И после этого. Время. Я тебе дам реванш, если хочешь, и на улице дам. Я тебе реванш. Какая улица? Да есть, есть. Интересно. Подожди, если интересно будет. Я уже не первый человек говорил про улицу. Я вот не понимаю. Вам уже не заплатят. Вы меня послушайте просто, мне вот это интересно. Покажи свой дух, чтоб все поняли, что у тебя есть душка. Блин. Ну все сомневаются в этом. Инструктаж прошел сейчас? Понимаешь? Все это забыл. Все это понимаем. Мы выйдем на улицу, поддеремся и по рукам дадим. Дальше пойдем. Я не заплатил. На то ты покажешь себя. Леха, мне сразу такой вопрос. Он что-то говорил и мы ему не даем это сделать. Да, вот что за история про улицу? Они просто постоянно говорят про эту улицу. Вот сколько в их словах улицы, я думаю, вот эти люди либо должны быть в тюрьме, либо в гробу. Ну просто по-другому никак. Все у них на улице решается. Ну почему все? Ну в итоге они не там и не там. Вот тут с тобой что-то хочется. Не совсем нет. Что-то не так, какие-то расхождения, по-моему. Ну как человек, я не знаю, ты наверное, я хочу понять, ты трусливый человек или нет. Вот почему я говорю, я тебе дам и на улице ремонт. А как ты определяешь человека, трусливый он или нет? Хавый все. Леха хавый? Мне кажется, Леха пытается тебе ответить и объяснить. То ли красный, то ли белый становится. Он даже нервничает. Он спокойно даже не может общаться. 27-го. Я просто у него в голове, просто он понимает все, что будет в бою. Он все понимает, понимает. Он понимает все. Но я еще раз говорю, я с ним играться не собираюсь. Такие пушки будут залетать ему в жест. Он даже не успеет, он не поймет, что это такое. Крайний бой Исы, ты видел? Конечно. Что можешь сказать? Это случайность. О! Это не случайность. Я проиграл там. Я принимаю. Там нету оправдания. Просто одно есть у меня, там не тот и сам. Но Шиша, как ты сказал вчера на конференции, не твой уровень. Я считаю так, да. Я считаю, я не считаю на дивизионе своего уровня. Кто-то там что-то. Там есть хорошие пацаны, я не против. Кто? Кто? Вот по твоему мнению, это же интересно. Это какая-то номинация Оскара должна быть. Там самый большой, честно говоря, на счет рубки, которая идет. Душковитый боец – это Дедок. Он даже как торпеда идет. А ты их бой смотрел с Дедком? Да. Отличная заруба была. Он все-таки смотрел, ой-ой, хоть один. Дедок вообще, если он тренируется, он будет тренироваться, он любому там жесть отбортует. Но только он не очень любит это делать. Он просто не тренируется, он выходит так на бой жесть. Вы сами понимаете, вот он даже везде гоняется, он так выходит. Я даже, ну, попросил даже, чтобы он потренировался хотя бы чуть-чуть жесть перед боем. Даже вот с этим я свидетел, что он неделя, что ли, там 4-2-3. А если я так не могу драться? Ну так, конечно. Если так тренироваться не будет, я даже не пойму. После боя с Дедком у тебя, ты считал, что ты выиграл этот бой, так? Нет, я когда мы стояли там, я думал, что нам дадут ничью. Ну, я думал, что второй и третий раунд я забрал. Но это мое мнение, как бы, я на это имею право. Ну, и в первом мне отсчитали, как бы, 8-10. Ну, то есть это ничья? Это не проигрыш? Нет, это не проигрыш. Я все делал, чтобы бой этот, как минимум, свести к ничье. Вот с точки зрения бокса и, в принципе, аналитику боя можешь дать вообще? Вот показал мильник уровень там или нет? Или ты считаешь, что это разгром в одну калитку? С Дедком? С Дедком. Честно говоря, я там подумал, что Дедок выиграл. Чистую ему выиграл в этом бою. Потому что он свою игру навязал, короче. Он не смог там ничего сделать. Он не смог... Вот, вот... Свою... Мне все говорили, что мильник рубится, рубак. Но он свою рубку там не показал никакого. Он не потянул с ним. Ну, и проваливал его Дедок, да. Но все равно бой был слишком близкий. Я прям не сказал бы, что мильник проиграл. Ну, там преимущество было ДТК. Мне кажется, если поражение есть у Лехи, то они настолько близкие, что можно отдавать и туда, и туда. Вот. И также, мне кажется, с Мустафой. Там, конечно, проигрыш, но с минимальным каким-то отрывом. Ты тоже, по-моему, после боя говорил, что... Нет, там я потом смотрел. Он выиграл четыре раунда. Я один раунд забрал, второй или третий. Он четыре раунда выиграл. И так, подытожим. Там так было. Ну, он сделал чисто минимум, чтобы выиграть этот бой. Ну, да, потому что он тоже не особо, я так понимаю, любит тренироваться. Твое отношение к Исе как к человеку? Никакое. Ну, то есть, я его не знаю, я никак не могу рассуждать там, кто он есть. То есть, мы с ним не друзья, мы с ним не общались. Лично там, ничего не делили. А как медиаперсона, как он тебе? Ну, развлекает всех. Вы сидите довольны. Я тоже довольный сижу. Всем все нравится. Мне огромное уважение Исе. Он и сам раскрылся. Самое главное, что хотел бы ты сейчас доволен. И тебе дало еще раскрыться, потому что ты вчера тоже блистал, как мне кажется. Алексей Мельник, как человек. Вот, тебе удалось с ним пообщаться несколько раз, у вас были какие-то переписки, личные встречи. Алексей Мельник, как человек? Как человека? Что я ему сказал? Как человека я? Потому что, там, человека не определишь. Но ты его назвал трусом, например. И вот это мое мнение. То есть, то, что он, пусть покажешь свой душка, я вот тогда буду. Вот, у меня одна претензия к нему. То, что я считаю, ну, не хватает душка. Мы с тобой будем драться 27-го числа. Драться? Я тебе покажу. Что тебе еще нужно? Главное задание не сдавай. Ты иди до конца. Вот, не слими хватит. Главное, что я даже боюсь, что ты... Мне нравится, как он раскачивает. Вот, самое вот интересное. Не сливайся. Когда все перевернется, и такие будут глаза по 5 рублей. Что? Какое оправдание? Мы развиваемся? Никакого. Если ты реально, если ты меня выиграешь, я прямой это достойно. Никакого оправдания не будет. Но у тебя этого не получится. Понимаешь? Ты не хочешь понять меня? Ты меня хочешь убедить в чем-то? Я выиграю у тебя. И это мое мнение. Твое мнение это просто. А у меня уверенность, что я тебя оторву, разорву. Извините, а можем мы, парни, провизуализировать вот этот момент? Именно не просто я тебя там ударю, а вот ты, я тебя раздергаю, уклонюсь, попаду. Давай я хочу послушать и суп. Мне кажется, это будет интересно. Именно вот этот прям посмаковать этот момент. Давай просто представим, что... Ну, уже сказал, что он будет отрубиться. Все. Не, не слышали? Я так думаю, вы хотите досрочно закончить свой бой. Я вообще не загадываю. Геймплан здесь не интересен, но... Я уже его услышал. Давай послушаем про визуализацию. Не, не знаешь, главное, что он мне дал рубку. Они, они, я вот сейчас свои предыдущие три боя, я как прошел, я даже никакого урона не было там, ну... Ну, однако ты досрочно не закончил ни разу. Кто? Только лежа. Кто не закончил досрочно? Причем тут лежа, Лей? У тебя голова работает ходит. Посмотри сюда, глаза смотрите. Глаза смотри, как мужчина. Вот видишь. Ты... Причем тут вчера тоже будет лежа? Лежа боксеры разве? Да ты оскорбляешь бокс, Лей? Ты гонишь что ли? Он не понял. Вы поняли? Ты, ты, причем? Я понял тебя. Ты вчера тоже будешь лежа там ударить или чего-то. Лежа боксеры разве дерутся? Это что? Именно что? Если ты хочешь, именно делай, именно тоже сделай. Это даже не проблема никаких. Вот я про это говорю. То, что он не вникает, в чем вообще суть. Ну я и то, что... Вчера ты там... Ты не понял сейчас. На ханжу контента и не нужно вникать. Знаешь, я тебе скажу. Я говорю то, что он все делает, чтобы всем было весело. Леха, ты вообще когда использовал этот трешток, или только в интернете, вот. Я говорю, от тебя трешток никогда не исходил первым. Но при этом ты делал прикольные сторисы. Ну реально, которые залетали потом в фан-сообщество и народ веселился. Ты помнишь эту картину? Он нервничал. Вот почему сейчас не может... Как это связано? Просто как это связано? Ну вы на самом деле ушли от темы. Смотрите, что я хотел от ТСА. Чтобы вот ты представил, допустим, третий раунд. Вот у тебя есть там план. Я говорю, в третьем раунде я его прикончу. И вот смотри, третий раунд. И я там бью ему два джеба. Он начинает опускаться. Я ему пробиваюсь. Вот этот момент, опиши мне, пожалуйста, вот этот. Профантазируй, опиши мне момент, где ты побеждаешь Мельника. Может быть это там... Вот маленький отрывок боя. Если я захочу с ним драться все три раунда, мне зад на руках не нужно будет. Я чисто могу обделать его передней рукой. Она просто пушка. Она у нас скоростная и жесткая. И это будет решение или левый нокаут будет? Это если я захочу, я не буду задней рукой. Но уже... Она уже похоронена. Чем дальше, тем больше. Давайте еще проведем до боя раз пять встреч. Он скажет, что он закончит как в бесконтактных боях. Он просто выкинет издалека. Нет, нет. Мы с ним даже не садимся, он просто кинет. Я так прикинусь, что я упал и все, бой закончен. Как ты видишь этот бой? Как ты видишь этот бой? Я вижу то, что он очень сильно удивится. А ты понял то, что я хотел от ИСы? Просто сам я не совсем понял. Он вчера заявил, что он закончен бой в первом или втором раунде. Ну, я сказал то, что если это будет, то... Он уже передумал. Он хочет тебя левой рукой откинать. Нет, я имею в виду, если я захочу. А что ты хочешь в итоге? Я закончу этот бой. Первый или во второй раунде. А вообще это нокаут, правильно? Это нокаут будет. Как он будет? Правый боковой, левый боковой. Тебя именно это, Дэн, просит? Ну, это уже секрет. Нет, пофантазируй. Мы возьмем тебя пофантазировать. Мельник меня бьет слева. Я уклоняюсь. Я думаю, я его буду отделывать передней рукой и поймаю снизу. Абрикотом. Задний абрикотом поймаю. Он ляжет. И уже на десять не сможет встать? Денис Анатольевич ему, допустим, считает. Он будет питаться. Он будет питаться. Но уже это все, да? Если станет, то бью и закончу. Левый или уже включишь правый? Там уже задняя не нужна бой. Там все. Лех. Это самый принципиальный теперь поединок для тебя за всю историю тупдога или нет? Да я не знаю даже, как это. Ну, мне нравится, когда вот так подогревают, когда меня недооценивают. Вот какой-то момент. Отвечайте вот нормально, как мужчина. Не бойся, еще раз говорю. Бля. Убери из головы, убери меня. На меня смотри, ты в глаза смотри иногда-то хотя бы. Ты даже, твой взгляд, твой этот, я по глазам вижу, что у тебя страх на душе. У меня просто недопонимание. Есть страх, нет? Я против него. Если. Он даже не может смотреть в мои глаза. Тебе придает это мотивация? Вот то, что говорит ты сам. Я говорю то, что еще раз повторюсь, то, что уже у меня был такой бой, где говорили, то, что я там, у меня так не получится. Как там, помните, с этим, с палачом? С палачом. Да. Вообще был настрой самый замечательный на этот бой. И сейчас он все делает, чтобы у меня был настрой точно такой же. Когда ты уезжал на бой с палачом, твоя семья сказала тебе делать жестко. Ты будешь делать жестко в этот раз? Обязательно. Так, у тебя есть какие-то вопросы еще с продолжением? Да, да, да. Просто Иса сказал это, попробуй, говорит, выкинь меня из головы. Вот представил, как можно, сидя за одним столом, выкинуть тебя из головы. Это как все равно, что сосед в 9 утра перфоратором в стену такой. Мне кажется, Мельник себя так и ощущает. Ты просто жестко прессуешь, да. Тебя как-то тяжеловато от тебя абстрагироваться. Я вообще не напрягаюсь. Такие моменты тоже можно выкинуть с головы. Потому что, ну, вот опять-таки... Это должна быть серьезная концентрация. Он меня больше знает, чем я сам за себя, по-моему. Я тебя не знаю вообще. Я тебе про тебя что-то говорю. Я вижу, потому что по твоим глазам, по твоим поступкам вижу. Да я вчера тоже видел, фейс-то-фейс было то, что ты описывался. Ну, ну, что? Ты даже до конца не смотрю. Главное у тебя было... Там в глазах видно, но главное, чтобы он взгляд убрал. Ты смотрел в пустоту просто вот так вот. Чуть ли глаза не свел друг на друга, чтобы на меня не смотреть. Ну, что? Нравится так? Ты посмотри, когда смотришь нормально. Ты покажи свою уверенность, покажи. Не вижу я по твоим глазам. Я вижу только страх. Мне этого не надо показывать. Ты реально считаешь, что он испугался на фейс-то? Да. Потому что тебе это не нужно, потому что ты в себе не уверен. Понимаешь? Будь уверен, что набери все это. Душка, набери, я тебе еще раз говорю. Потому что я лучше тебя, ты намного выше... Ты намного выше? Все правильно! Говоришь! Что я намного выше, ты это сам знаешь. Понимаешь это? Понимаешь? Но это не помешает мне тебя досрочно победить. Победить. Досрочно? Да. Подожди, подожди, подожди. Ты еще хочешь досрочно победить? Но ты меня в чем-то хочешь убедить. Это мое мнение. Ты сейчас газуешь за свое мнение, я за свое. Все. Ну, ты просто сейчас описываешь меня. Как будто ты из меня знаешь. Как я выиграл Шиша у меня, вот тогда у меня душка набралась. Вот сейчас он подтвердил этот момент, что вот тогда набралась у меня душка. Ну, я лично со стороны никогда не замечал, что у Мельника отсутствовал душок. Это первое. Второй момент. Вызывать Мельника как громкий бой для тебя, это правильно. Я считаю, круто. Кстати, ты вызывал еще Анубис. Да он пошел. И он, кстати, мне кажется, уровнем. Не в обиду Диме. Мельник выше его уровнем. Даже хоть он сейчас будет, он там где-то на высоте, я не нужен. Ты его, кстати, нашел? Ты там настигнуть его обещал. Нашел, он дрожал. Ну, я говорю, ты что говоришь? Это хайп, это шоу. Я говорю, такой не нужен. Вот этот человек был со мной, Шамсула, друг мой, брат мой. А он был один? Кто? Анубис. Ты с нами стараешься разговаривать? Ага. Вспоминай. И этот, он хотел руку дать. Анубис был один? Не был один, там еще кто-то стоял. Я не знаю, кто с ним, но там толпа была. Ну, с кем именно он, я не знаю. У нас мы думали, я конечно думал, что только дать им пощечник на камеру. Оказывается, там даже камера снимал. Из-за того, что у нас телефоны сели, я ему не дал. Я дал, ну, на потом. Смотри, то есть он медиа, правда, он не дал пощечину, потому что был выключен телефон. Да, я хотел на камеру. Все телефоны, все телефоны. На камеру отвечаю. Ну, и мой телефон выключен был. Тебя так сильно задел Дима? Я все равно дам ему пощечину. Я хочу именно на камеру, чтобы все видели. Потому что он сделал что-то, да? Что? Ну, просто в двух словах, тезисно. Задел тебя? Мельник тоже задел. Ты ему тоже хотел что-то пощечину дать? Не, он тот вообще… А, тот переборщил. Грязно, переборщил. А где вот грань, когда Исаев может взорваться и… Ну, когда задевает тебе честь и достоинство, ты переходишь на личность. Я сразу вспоминаю мем просто. Да. Сговор. Ну, это… Зачем? Это не из-за… Просто тут дело в уровне. Это на самом деле без шайтан чё попало. Это на самом деле без шайтан чё попало. Да, газануть. А там дальше уже чуть по-другому. Нет, Анубис уже… Он уже… Он шайтан. Я считаю, у этого человека шайтан. У него святого ничего нет. Поэтому оставил этого человека. Даже вспомнить я хочу. Ладно, на самом деле… Он получится. История, которая была понятна. Потому что вот, например, Дэн вообще был не в курсе, что у вас произошло. Вот эти перепалки в Инстаграме. Потому что он не следит за этим. Не, я видел вот это видео. Яхай, яхай. Где мы… Иса так под видео что-то зачитывают. Да, да. Это как он детский момент. Мне самое прикольное – это вот, когда он со стены на стену бегает и там картину… Ну, это его видео. Да, да, да. Он сам это снимал. Чё это? То, что я… Твоё видео, да. Ну и там такого ничего же это… Да нет, там предистория просто с горки есть. Но это мы вставим, ладно, в монтаж. Я не видел. А, не надо. Еще раз улыбнем. У тебя какие-то вопросы были? Да, 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 да. Вот смотри, допустим, если бы ты был хейтером Исы, жестким, как фанат, что бы ты ему написал в комментариях, под его там боем или вот в такой-нибудь конференции? Что бы ты оставил? Я об этом даже не думал. Ну, давай просто подумаем. Вот ты фанат либо хейтер? Вот что бы ты ему написал? Нет, ты хейтер. Ну, я ничего бы не писал. У меня все нравится, он развлекает. То есть делает свое дело. Ты ставишь на этом акцент. Он реально, что ли, шутка какой-то? Ну нет, ну мы сейчас сидим, всем все нравится, правильно? Все, да, угораем. Вообще, значит, все хорошо делают. С фантазией проблемы. Исатор, а как тебе такой же вопрос? Прикольно, мне понравилось. Если бы ты был фанатом или хейтером? Нет, он фанат. Хейтер у нас был Мельник, но Мельник не хейтит. Ису? Что бы ты ему написал? Фанатом я, наверное, не буду и не стану, наверное, никогда. Никогда? Чей-то фанатом. Нет. Я не фанат. А хейтером? Хейтер тоже нет. Ну как ты говоришь в живую? Я это все, вот если человек там фанатом кого-то станет, у меня нет никакого фаната. Ладно, хорошо, хейтер. Знаешь, что такое хейтер? И я человеку это звание желаю. А он уже сказал, просто я трусливый, не шовый. Ну да, это, это, когда не нравится человеку, это момент, жест. Нету такие люди, которые, но вот этот человек, ну... Что ты, что ты? Ты обо мне абсолютно ничего не знаешь, чтобы сейчас говорить. Я хочу его загнать туда же, чтобы ты выглядел нормально. Где надо говорить смог, где надо там говорил. Это ты меня сейчас обучаешь? Обязательно к следующим боям мы будем вместе продвигаться. Даже после поражения мы с другом дружим. Да нет, не хочу, не хочу. Никакого места какого. Ты сначала, вот чтобы с тобой продвигаться, ты должен показать себя. Себя должен показать с лучшей стороны. Как спортсмен или как человека? Как спортсмен и как человек. А как спортсмен это не особо важно, но как человек. Это самая главная черта человека. Как ты определяешь? Я тебя не определил еще. Я тебя не знаю, я тебя не определяю. Я тебя не определяю. Ты тут говоришь, что я там, трусливый или еще какой-то. Как ты это определил? Обязательно это. Да по тебе тоже много что видно. Что? То, что он боится тоже. Ну что? Понял? Как сразу-то? То, что я боится. Ну, я готов сейчас доказать, что я не боюсь. Выйдем или что. Или здесь же. Или здесь. Здесь не надо. Здесь вам денег не забладят, парни. Вот здесь не надо. Надо сразу целыми. В этом. В этом. В этом я. Если. В его поступки. Такое мнение. Какие поступки? Какие поступки? Какие поступки? То, что ты это поставил. То поставил. Где. Где. Нормально даже не ответил. Не видел. Человек просит. Чтобы вот человеку просит. Давай выйдем на мой эфир. Там обсудим этот момент. Нет. Никак. Я говорю. Эй. Мне это не интересно. Для чего мне это? Скажи. Тебе интересно было бы. Заплати мне. Я сделаю с тобой эфир. Чё, продажная что ли? Ну, ты сейчас за деньги дерешься. Ты продажная? Чё, я же не кричу. Заплати мне. Я буду делать. Заплати мне. Ты кричал. Брюсбист, плати бабки. Видели эту тему? Было? Было. Я не плати бабки. Приготовь бабки. Это плати и приготовь бабки. Это разные. Это как это. А ты говорил, что мало платишь. Слышишь? Слышишь? Нет. Я с беринчиком, если там большие деньги. А ты. Как с детком. Мне написали вопрос в инстаграме. Задай вопрос. Ну, вы поняли? Типа, надери задницу детку. Как ты понимаешь это? Надери задницу детку. Ну, побей его. Правильно? Ты напиши, побей его. А чё ты задницу? Я это не писал. Мне пишут. Чё, что громко я первый раз слушал. Просто меня уже, ну, доводит до того момента, когда я говорю. Вот я сейчас говорю. Инструктаж был. Все по очереди. Короче. И я пишу. До всех доберемся. Ну, чтобы никого не обидеть. Я, ну, все же понимают то, что как бы это в шуточной форме. Доберемся до всех. Улыбка. Всё. Всё. Этот мне товарищ пишет. Ты мне решил разорвать очко. Просто у меня не сходится вообще. До всех доберемся. Вообще-то я буду сейчас теперь спросить. До всех доберемся. Отвечаю. 27 числа. Ты хочешь сказать, что ты надерешь задницу? Получи, ты до всех доберемся. Надрать задницу до всех доберемся, получается. Так же это получается? Ты имел ввиду так, да? Как это понятно? Ну, начало, начал объяснять, что типа для него надрать задницу. Нет, нет. Он написал. Ему написали. Он согласился со счетом. До всех доберемся. Он уже согласился. Но его понятие это типа всех побить. Это его понятие. Так. Он сказал бы, не доберусь до всех, а побил всех. А если бы у него был миллион подписчиков, ну, это менять каждое слово, ты бы стал? Каждый нет. Если неправильный момент, вот это заделать, если можно поправить самому жизнь, если ты разумный, нормальный человек. Мы сейчас с тобой сидим, да? Для тебя, я думаю, уже не секрет, что мы на большую публику общаемся. То есть это выйдет, будет смотреть много тысяч человек. И суть в том, что тебя не все любят, и детка не все любят. И это надо понимать. Тебя они не любят. Это нормально? Я фанат эссе теперь вообще. Просто как бы вы газуете. По пустой вообще, ну, в суете. Но мне это непонятно, и я как бы на это внимание не обращаю. Дедок и са. Вообще, ваше мнение, нужна ли такая рубрика, где два бойца могут лицом к лицу посидеть и поговорить вообще? Вот. И обстановка, в принципе, у нас в гостях понравилась. Накормим. Накормим, накормим. Да. Мне нравится, как по его глаз смотреть, какой страх у него. Я уже полностью его вот прочитал. И че там? Слушайте. Будет круто, знаете. Как? Вот сейчас он наговорил, страх, глаза, я там одной левой. И вот прям нарезку сбоя. Я надеюсь, ты даже и так не выпрыгнешь, как послышишь. Вообще просто тебя вот так вот поднимут и понесут. Думаешь? Уверен? Я на это рассчитываю. Уверен? Я на это рассчитываю. Ты рассчитываешь. Ты уверен? Я уверен. Уверен. Ну и то, как ты уже сказал, что уверен. А зачем мне сейчас тут кричать? А я тебе, знаешь, ты будешь вперед, надо. От интонации, от моей, ничего не поменяется. А то, что ты сейчас голос повысишь на меня, от этого ничего не поменяется. Я не тот человек, который боится кого-то. Как на бедолагу голос повещать? Это смысл какой-то. Ты и так уже отпущенный. Ты и так отпущенный. Зачем на тебя повышать голос? Слушай, что отпущенный. Ну он уже сел. Я говорю, ты знаешь, что фраза отпущенный для многих может быть далека от того, как ты сейчас это предъявил. В этом смысле я поправлю этот момент. Он мог бы спросить, в каком смысле? Я сказал, ответил. То, что они как-то двояко смотрят. Вот он сейчас имеет себе возможность... Ты имеешь, что он тебе надрал задницу, предъявил? Да, сейчас говорит, что я опущенный. Ну ты мог бы спросить у меня. Ты задал бы вопрос, в каком смысле? В каком смысле? В каком смысле? Я тебе ответил бы. В каком смысле я сказал. Я так и так могу говорить. Есть у тебя что сказать вообще этого? Можешь это поднять? Подними. Ну, я думаю, что все будут говорить 27 мая в ринге. 27 мая еще хуже будет. Не ртома кулаками. Мы очень теперь... Нарезку, нарезку. Самое главное нарезку вот этого всего и потом исход боя. Мы все ждем поединок на бомба. Эй, самое главное... Ты самое главное думаете после боя, чтобы эти нарезки смотреть, живой будет или нет? Еще. Можно в заключение по одному вопросу? Что ждет зрителей 27 мая в вашем бою? Там ждет бойно и хороший нокаут. Леш, я буду следующим претендентом. Все, на этой ноте мы заканчиваем. Сейчас мы сделаем face to face. Уберется стол. Вот. А вы пишите в комментариях, кто и как победит в этом противостоянии. И кто победил на нашей рубрике. А вам спасибо большое, что пришли. Я огромный теперь твой фанат Иса. Твоим фанатом я уже давно являюсь. Удачи вам в бою без травм, парни. От него ко мне переходи все.